Добрый вечер. У нас ГАИ никогда не занималась угонами. В том смысле, что она машина, конечно, угоняла, но никогда не занималась розыском угнанных автомобилей. И те случайные варианты задержания, когда вдруг на дороге гаишники проявили доблесть и поймали за хвост чье-то имущество, это случайность. На самом деле, в обязанность им это не вменено. Но у нас, конечно, обыватели мечтательного толка обращали внимание, что в ГАИ, когда ты идешь по этим нескончаемым коридорам, всегда переполненным разными людьми, обязательно натыкаешься на какую-нибудь странную табличку типа отдел розыска. Многих это обнадеживало и вселяло такую иллюзорную надежду, будто бы ГАИ занимается розыском. На самом деле, ГАИ занимается в отделе розыска розыском лиц, скрывшихся с места ДТП. А угнанными машинами занимается так называемое наземное подразделение, то есть обычное районное отделение милиции. Они ведь, знаете, есть те, кто работает на земле, есть те, кто работает на дороге, в воздухе и так далее. У них своя структура и в том числе свой жаргон. Поэтому ГАИшники, в принципе, у нас не имеют такой обязанности, не должны и не занимаются угонами. Это не их тема, и обвинять их по этому поводу, в чем бы то ни было, совершенно неправильно. Те, кто официально занимается поиском угнанного автотранспорта, они, конечно, нерезультативны. И есть официальная статистика, позволяющая наградить этих людей массой приятных побрякушек, начиная от медалей и заканчивая орденами. Но в действительности возврат угнанных машин очень небольшой. По экспертным оценкам порядка 15% от угнанных. И это тоже довольно сильно завышенная цифра. Много лет тому назад, когда всерьез была попытка помочь ГАИшникам, было ощущение, что они не придуриваются, а просто не могут. И тогда один отставной инспектор, выйдя на пенсию, предложил так называемый конфликт трех баз. Это компьютерная помощь, помогающая действительно очень серьезно найти машину. Потому что когда человек приезжает ставить на учет какой-нибудь, условно говоря, Жигуль, то он дает ВИН-код, подходит инспектор, смотрит и видит ВИН-код. Он его переписывает, загоняет в базу и сравнивает с базой машин, поставленных на учет раз и произведенных заводом два. Например, цифры такие, они означают, что под этот ВИН-код была выпущена вишневая девятка. И она поставлена была в Костроме на учет. А дело происходит в Конотопе, в Иркутске. И под вот этот представленный ВИН-код, выбитый сейчас на кузове автомобиля, понятно, что это должна быть темно-синяя шестерка. Все. Вот тут как раз и выясняется, какая конкретно цифра перебита. Потому что какая машина где была поставлена на учет, угонщики, как правило, весь ВИН-код не меняют. Они перебивают какую-то одну, две, три цифры наиболее простые. Этот конфликт трех баз был предложен гаишникам для того, чтобы они им пользовались. Милиция действительно приняла во внимание эту подсказку и первым делом попыталась посадить автора идеи. Но чтобы не мешался, из этого следует, на чьей стороне выступают полицейские. В данном случае уже не коррумпированные. Тогда еще милиционеры коррумпированные. В общем, не занимаются они поиском машин ни при каких обстоятельствах. Хотя угонами занимаются регулярно. Ну, посмотрите статистику. А теперь о более интересном. Ну, значит, не должны они этим заниматься. И вдруг, совершенно неожиданно, в Москве гаишники занялись поиском угнанных автомобилей. Гаишники! Удивительно! Причем не откуда-нибудь, а из управления ГИБДД ГУМВД России по Москве. То есть, это совсем центровые гаишники. С чего бы вдруг они решили заняться поиском угнанных автомобилей? Они получили под ребро очень такой внушительный аргумент для того, чтобы полезть не в свою гепархию, но на самом деле нарушить юрисдикцию. И по большому счету, должностную инструкцию. С чего вдруг гаишники полезли на чужую поляну в нарушении всех нормативно-правовых актов и начали заниматься самоуправством и теми делами, которые им под юрисдикцию не попадают. Их об этом очень попросили ребята, причастные к собиранию дани за пользование платным асфальтом в нашей стране. Потому что улов парковочных сетей недостаточен. И как вы знаете, в Москве довольно много водителей позволяют себе такую мелкую шалость, как, например, листочек, нечаянно прилепившийся к автомобилю в нужном месте. Как обычно, вообще в принципе, уж если кто-то занимается розыском угнанных машин, выглядит эта процедура. Есть такие специальные оперативные мероприятия, которые обывателю не очень понятны. Потому что оперативно-розыскные мероприятия, они не совсем так очевидны в своих действиях. Но вообще-то обычно устанавливается возможный круг причастных лиц, возможные места базирования хранения, они же называются отстойниками. И потом проводятся вот эти оперативно-розыскные мероприятия не очень понятного и ясного генеза, поскольку со стороны понять, что делают менты, реально трудно, особенно если они занимаются делом. Но московские менты пошли другим путем. Они стали ходить по городу практически с громкими криками. Э, а тут никто не видел угнанные машины? Причем они это сделали еще интереснее. Они сели на грузовики, поехали по городу с воплями. Где тут угнанные машины? Ну где тут угнанные машины? Не, ну давайте мы посмотрим, где тут угнанные машины. И они для этого использовали как раз центр Москвы. Им стало очень интересно поискать угнанные машины в самом центре Москвы. Они предположили, что это, наверное, новая методика. Вот ты угнал машину, вот нечаянно ты залепил каким-нибудь листочком осенним кусочек номера и поставил на платную парковку в расчете на то, что никто не догадается. Но они догадались, поэтому они сели на грузовики, поехали и нашли сразу 9 машин, которые, наверное, в угоне. Как проверяется машина на угон? Ну, если милиционер интеллектуально скуден до полного математического нуля, то есть абсолютно, тогда это потребует минут 5. Ну, предположим, у него нет компьютера, у него нет мозгов, и он один на один с такой машиной. Тогда он берет рацию и связывается с дежурным по батальону, либо берет мобильный телефон, если умеет им пользоваться. Звонит и говорит, ребят, проверьте, пожалуйста, такой номер. Ему говорят через минут 5. Нет, в базе не числится. Если милиционеру повезло, и у него нет только мозгов, но есть компьютер, тогда он это делает самостоятельно. Где-нибудь минуты 4 это займет. Есть ли редчайшие стечения обстоятельств? У гаишника есть мозги и есть компьютер. Минуты 3 пробить по базе и посмотреть, есть эта машина в угоне или нет. Но вот спецоперация по новой методике проводилась чрезвычайно оригинально, потому что гаишники на грузовиках, на эвакуаторах подкрадывались к подозрительным машинам и имея достаточные основания полагать, что данное транспортное средство находится в угоне, забирали машину к себе, увозили ее под куст и там под кустом пробивали по базе. О как! Это новейшая совершенно методика, она опробована только в отдельно взятом городе, в центре Москвы. Вот так у нас теперь ГАИ вместо обычных оперов наземных ищет машины в угоне. Совершенно фантастическая методика. И вот когда президент Медведев дрессировал партхоз актива в Бийске, в Алтайский край он приехал, это было в 2011 году, Медведев тогда еще был, как это у нас называется, он у самого Путина президентом работал. Он тогда сказал замечательную фразу. Он предложил подумать о том, чтобы вернуть в нашу повседневную жизнь лучшие образцы помощи, поддержки полиции со стороны населения, имея в виду тот опыт, который был на советский период. Медведев на всякий случай не уточнил, что это был страшный опыт предательства и пособничества фашистам на оккупированных территориях, поскольку других полицейских в советский период на территории России не было. Соответственно, речь шла о том, чтобы предатели помогали оккупантам. И вот судя по спецоперации управления ГИБДД, ГУМВД по городу Москве, именно такое пособничество Медведев и имел в виду. Потому что украсть машину, чтобы тайком проверить ее на угон, это такое вот нормальное действие оккупанта по отношению к врагу. Совершенно логично. Тем более, что к розовскому имуществу это отношение имеет вообще никакого. По сути, являясь акцией устрашения населения, сопротивляющегося политике Гауляйтера на оккупированной территории. О чем, собственно, и заявил департамент транспорта. Он сказал, что водители не смеют скрывать регистрационные знаки. Это, кстати, не департамента собачьего умодела, чего у водителей с номерами. Задача департамента не сводится к тому, чтобы приглядывать за номерными знаками транспортных средств. И, кстати, это должны делать непосредственно гаишники. Но и гаишники не должны заниматься угонами. Спецоперацию полицаи с бизнесменами провели 11 числа. И молчали об этом. Если это блистательное ноу-хау, почему не заорали, почему не потребовали орден? А потому что это преступление. Потому что это как раз оно и есть 286-я решение должностных полномочий в чистом виде. Они ждали неделю. Что сделает прокуратура по этому поводу? Надает им по мозгам? Посадят кого-нибудь или нет? Потом поняли, не пронесло. Не посадят. И после этого тихонечко-тихонечко сказали, мы вот тут вам нагадили, мы сами угнали у вас 9 машин за то, что вы не хотите платить нашему департаменту транспорта имени товарища Ликсутова. И впредь будем делать так же. Потому что это остается безнаказанным. Для полиции это блистательно совершенно. Потому что вообще полиция крайне редко заявляет себя настолько врагом, не соблюдающим закон. А вот тут в открытую. Перерыв на новости. По лукавой шкале Яндекса у нас всего 4 балла. Пара колец уже задохнулись и умерли. Некоторые вылетные магистрали парализованы. Но движение замечательное. Всего лишь 4 балла. Так что мы с вами весело и с песнями практически едем по интересующих нас адресам. 65, 10, 9, 9, 6. Ну и давайте попробуем поговорить о том, что интересно вам, а не только мне. Алло. Алло. Не получается никак. Так, еще разочек. Алексей, здравствуйте. Алло. Как интересно устроена связь. Я вас не слышу, а вы меня, наверное, слышите. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Вы уже в эфире. Расскажите нам о том, как вы... Неожиданно. А так иногда бывает. Вот думаешь, а не позвонить ли? А на самом деле позвонить... Да, знаете, вот так спонтанно получилось. Да. Зацепило. Вы знаете, каждый день вас слушаю. Но всегда был с вами согласен. А вот сейчас позволю с вами не согласиться. Давайте. Позвали себе с вами не согласиться. В том плане, что я сейчас, на данный момент, не вижу других способов бороться с людьми, которые таким вот интересным способом экономят 50 рублей в час. достаточно трусливый, на мой взгляд. И, ну, скажем так, ну, как-то это мелко-мелко-пакостно. Вот других вариантов нет. Алексей... Операция... Егор... О, Егор. Звонил нам Алексей, а дозвонился Егор. Это хорошо, кстати, это интересно. Егор, а скажите, вот почему вы считаете, что если вдруг по какой-то причине оккупационные власти считают необходимым, чтобы вы дочку свою отвели к гауляйтеру, а в случае непослушания вас расстреляют, то как-то, как-то вот не по-пацански не отдать ему дочку, и надо честно пойти и сделать. Вот вчера у нас асфальт был бесплатный, и у нас не существует законодательного оправдания с какого-то вдруг переляку в Москве, в моей Москве, где я родился. Я должен платить за асфальт по указке трех людей, рожденных в далеких деревнях, вдали от моего города, не имея для этого никаких юридических порывных оснований. Вот просто из серии Гоп-стоп. Вот в подворотне, когда у меня пытаются при помощи ножа отобрать кошелек, я обычно даю сдачи. А вот здесь так получилось, что, ну, мне сверху спустили от имени Господа Бога одного из лучших управленцев и администраторов планеты Земля, и теперь я должен платить за мой собственный асфальт, не на его деньги построенный, а в частности на деньги моего папы, который недополучал зарплату, и моей мамы, которая при советской власти тоже недополучала зарплату, чтобы все-таки в бюджете что-то было, и на это, в частности, асфальтировали Москву. И вот теперь я обязан заплатить. Вот они мне не обязаны снизить тарифы по ЖКХ, они мне не обязаны крышу перекрыть в моем многоэтажном доме, они мне не обязаны урезонить РПЦ, заблокировавший мой двор, только потому что им так удобно. Они мне не обязаны. А я им, вот с недавних пор, не так давно это произошло, обязан заплатить. И если я по какой-то причине не плачу, то во вход закона они подменяют законность целесообразностью. Знаете, как у карательного отряда. Сергей, можно я тоже выскажусь? Пока я здесь, пока шанс использовать нужно. Сергей, смотрите, вы считаете, вот к примеру, вы как гражданин считаете нецелесообразным для себя оплату 50 рублей в час. Это нормально, это разные мнения. Но я, например, не считаю целесообразным для себя, когда кучка каких-то личностей, которые считают себя чем-то выше, не знаю, кто это, бизнесмен, депутат, чиновники, обычные граждане, так называемые, стоят третьим рядом, загораживают мне же проезд. Вот, и, например, я не считаю целесообразным, там, не знаю, я, например, в таких случаях просто готов с ними как-то так или иначе переговорить, да, то есть, а сейчас делается мера, которая, реализована мера, которая, в принципе, освободила центр. Мы видим определенный результат, вот. Освободила центр от тех трех рядов, освободила центр от хамства в большей степени, ну, вот, за исключением, наверное, вот этих вот заклеенных бумажкой номеров. И это, в принципе, на мой субъективный взгляд, опять же, да, сделано по... Не так, наверное, хорошо и эффективно, как за рубежом, как в США, в том же Вашингтоне, например. Но уже сейчас я, как пользователь этого парковочного пространства, понимаю, что это удобно и готов платить 50 рублей в час. Это хорошо, потому что в данном случае вы не попали в ситуацию, когда возможность поставить свою машину напрямую касается вашего имущественного состояния. Деньги есть, плачу. Да, 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 согласен. Потому что я, когда ставлю машину на эти стоянки, где я всегда теперь могу найти место, в отличие от нескольких месячной давности, когда я вынужден был делать по пять кругов, зато бесплатно. Вот. И здесь, в данном случае, я отправляю СМС на номер, да, или там делаю какие-то другие действия, которые мне позволяют достаточно быстро и безопасно расположить свой автомобиль. А когда Lexus, который стоит где-то, ну, раз так в пять дороже, чем мой скромный автомобильчик, ну, закрывает, вот он не согласен, да, вот он против. Он закрывает бумажки, занимает там три парковочных места или два, просто потому что ему куда-то надо. Вот здесь такие две точки зрения. Егор. Одна точка зрения. Егор, тогда посмотрите, перебью, тем не менее. Значит, несколько месяцев тому назад центр был перегружен, люди в нарушении правил дорожного движения становились третьим рядом. Теперь ситуация, наконец-то, решена в пользу в том числе и вас. И в этом есть определенный плюс и выигрыш. Но эта система, и за деньги в частности, рублем дисциплинирующая кого-то, а кого-то просто рублем не пускающая в центр, пришла на подмену недееспособной полиции, которая не считала нужной бороться с машиной, поставленной в третьем ряду. А вот здесь, Сергей, я с вами позволю себе полностью согласиться. Но, как мне кажется, вот опять же, возможно, это не слишком по-граждански, да, возможно, нужно верить и надеяться и что-то делать лично. Но в нашей ситуации, как мне кажется, ГАИ и полицию, милицию, вот этот вот орган правоохранительный в целом, как-то реформировать, как-то переделывать или воспитывать, как минимум, просто банально бесполезно. Вот. Конечно, это... И что делать? Что делать? Я считаю, что мы, как граждане, имеем возможность взять на себя ответственность за то, чтобы на данный момент самим облегчить себе жизнь. Конечно, возможно, с какой-то стороны это выглядит как вымогательство, да, но я, например... Со всех сторон. Но сейчас ситуация отличается, безусловно, да, что занята под парковку общественная земля. Но я считаю для себя лично приемлемым, ради своего же удобства, своего как человека, ну, я считаю, не хамоватого на дороге, я не привык хамить. Бывают, конечно, разные случаи, да, но я считаю, что так вот урезонивать не совсем корректно ведущее себя население тоже можно. Егор, вы имеете полное право на эту позицию, тем более, что вы, как человек максимально европеизированный, очень хорошо принимаете этот опыт, несмотря, конечно, на определенные оговорки. Я стою на позиции, что перед тем, как я что-то должен кому-то, например, государству, государство должно мне. И если вы, как правильно сказали, люди вложили деньги в парковку и теперь справедливо взимают деньги, а почему не государство, почему я плачу в департамент, у которого счет на Каймановых островах, в офшоре, как выяснилось сразу. Вы обратили внимание, что как только ввели плату за центр Москвы, вот эти 50 рублей в час, то в первые два дня было собрано 2 миллиона рублей. Ну, это логично. Это логично, это хорошая сумма. Но, если посчитать количество автомобилей, заехавших в центр, вставших на предполагаемые деньги, то сумма должна была составить 12 миллионов за эти два дня. Просто, знаете, есть неприятное подозрение, что 10 миллионов ушли в офшор, а 2 миллиона были легализованы в департаменте транспорта Москвы, как официальная оплата. И государство перед тем, как меня дрессировать, оно должно изменить систему. Оно должно систему транспорта изменить, оно должно изменить ГАИ и полицию, оно должно изменить направление потоков и места для стоянки придумать в центре. И после того, как оно выполнило передо мной все обязательства, оно должно с меня за что-то спрашивать и, если я неразумный, предлагать мне альтернативу, которая может быть для меня и болезненна, и тем не менее полезна. Но только так. И знаете, если я заболел и лежу в больнице, это не значит, что меня нужно вытряхнуть для хорошего показателя из больницы. Нет, нужно сначала все-таки поставить диагноз, нужно закончить лечение и только со здоровым уже разговаривать. У нас болезнь серьезная и большая, и болезнь, на мой взгляд, государственная. А люди у нас, Егор, и вы тому пример, у нас люди неплохие и нехорошие. У нас люди такие, каким им позволено быть. Если нам предложен вариант вставать третьим рядом, очень многие пользуются этим вариантом. Ни вы, ни я этим не пользовались. Нам с вами было всегда противно с собой перегораживать транспортный поток города. И поэтому вы по три круга делали, я по пять кругов делал. Но какую-то часть этих людей, тем не менее, устранили, предложив им более болезненный вариант. Но при всем при том, поскольку люди потенциально хорошие, давайте так. Сначала государство нам, оно сделало все, что могло. А потом мы на это ответили, либо не ответили. Ну да, Сергей. Ну я просто, опять же, скажу, что лично я устал чего-то ждать от государства. Я верчусь сам, как могу. И вещи, которые внедряются со стороны не только, вот я говорю сейчас про платную стоянку, про платную парковку в центре или еще где-то, а про многое другое. Например, я не хожу в государственную поликлинику, потому что я знаю, что там не получу того сервиса медицинского и той помощи, которая мне нужна. Да, если я вдруг заболею, не дай бог. Да, скорее всего, не получите. Вы вряд ли в очереди. И здесь, и здесь, и здесь все, что остается, это как-то менять это по мелочи со своей стороны. Например, банально начинается то, что не хамить на дороге другим людям, да, или не пустить, например, нарушителей с мигалкой. Вот это очень тоже маленькая гражданская победа. Согласен с вами. Но вместе с тем, говорить о том, что государство... Государство нам ничего не даст. Оно нам должно... А спросить с него... Егор, а спросить... Спросить... Оно уклоняется от своих материнских обязанностей по отношению к нам. За это обычно лишают родительских прав. А мы... Совершенно точно. Мы просто в данном случае с парковками, я просто... Тогда у меня возникает вопрос, да, Каким образом мы здесь сможем просто не платить, тоже бумажкой заклеивать? Нет. Ну, так обычные граждане, которым, как вы сказали, позволено быть такими, какие они есть сверху, да, они, видимо, и платят. А Лексусы там те же самые, да. Я вот, честно, часто бываю в центре, на Китай-городе, на Покровке, в подколокольном переулке, на Покровском бульваре, где как раз зона платной стоянки. Обычные машины стоят, ну, они как бы не стесняются. Егор, мы с вами знаем, мы с вами знаем эту картину. Вопрос, что делать, был задан в 1863 году. Что делать, я могу сказать, наверное, это слишком приземленно, и, наверное, как вы сказали, я отношусь к мечтательной части населения, но вместе с тем, каждый человек, начиная от... Начать нужно с того, вернее, что перестать вредить друг другу. Да, согласен. Когда государство, то есть не вставать третьим рядом, парковаться в положенных местах, вне зависимости от того, платно там или бесплатно. Не знаю, в метро, там, приоткрыть дверь, там, бабульки, да? Конечно. Христианский гуманизм, я с вами целиком согласен. Вот, не только христианский, но и гражданский, да, гуманизм. И гуманизм, и просто гражданское какое-то самосознание. То есть вести себя по закону, действовать в правовом поле. Егор, сколько вам лет, скажите? Мне 25. А когда вам будет 65, и у вас будет пенсия в 8 тысяч, вы тоже будете ходить к платному врачу? Перерыв на новости. 65, 10, 9, 9 и 6. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Хотел рассказать историю, вот, по поводу, как ГАИ ищет угнанные машины. Расскажите. Значит, двор обычный, московский, улица Веденства, приезжает вечером киномарка, чуть-чуть помятая, с транзитными номерами. Какие-то незнакомые люди для двора выходят из машины, снимают эти номера и исчезают. Исчезают на две недели. Ну, две недели просто никого не было. Стало какое-то волнение. Позвонили в милицию, отняли заявку, что вот такая ситуация. Проходит месяц, ничего не меняется. Позвонили в местную милицию. Сказали, что вот такая ситуация, машина без номеров. Сказали, приедем. Прошло еще дней 20, так никого и нет. Вот такая вот штука непонятная. Ну, в следующий раз скажите, что там, наверное, бомба тикает. Просто позвоните, скажите, там что-то тикает и какие-то... Я уже в последний раз так сказал. Не, не призывай. Там, потому что появились какие-то покрышки непонятные под машиной. Я позвонил, сказал, что вот что-то неизвестное там под машиной. Ну, вот, тем не менее. Это вот как раз, Андрей, к разговору о том, как государство исполняет свои обязанности перед нами. Вот как мы должны исполнить свои обязательства, мы уже знаем. Если не заплатил там за ЖКХ, например, у тебя есть квартиры пинком выкинут. Так и есть. Или там штраф, например, не заплатил какой-нибудь. Или, не дай бог, ты алименщик. Вы знаете, у нас ведь сейчас в стране облавано алименщиков. Причем, пока алименщик бегает по судебным приставам и показывает им квитанции об оплате, ему капает процент, о чем он не знает. Поэтому человек выставляет на такие деньги, что ему проще вообще эмигрировать тайком из страны, чем заткнуть эту бабу проклятущую. Потому что, как правило, это все-таки удел не несчастных журн, а серьезных таких профессионалов. И вот в данном случае угнанная машина, ну, это же не в центре Москвы, когда на эвукваторе приезжает и так демонстративно. Ну, че, заклеил, а мы тебя ща тут обоим по полной. Побегаешь, поищешь свой Лексус. Это у нас полиция занимается этим. Ну, я очень надеюсь, что там в багажнике ничего не лежит. У нас и все будет хорошо. Хотелось бы верить, что это не так называемый отстойник, когда машину просто вам кинули во двор, чтобы понаблюдать. И при случае, может быть, потом реализовать. Ну, хотя, знаете, вот, например, когда я общался с полковником Ногайцевым, это начальник экспертно-криминалистического управления МВД, полковника Ногайцева потом посадили в тюрьму, естественно, но у них так принято друг с другом общаться, он издал специальную книгу пособия для внутреннего пользования, ДСП, по угнанным машинам, перебитым номерам и по методикам определения. И это было напечатано в закрытой типографии МВД, ну, потому что это все-таки секретный материал. А весь тираж почему-то украли. Так вот получилось. И он мне об этом рассказывал, как вот тут бац, ему говорят, знаешь, что-то тетя Маша, наверное, как-то вынесла тираж на помойку, что мы не заметили. Ну, тут же ты понимаешь, ну, что тут секретного? Ну, да, так вот у нас бывает. Так что вполне резонно, когда милиция занимается угоном, работает. Ну, да, конечно. Причем не всегда, конечно, можно, вот на сегодняшний день степень деградации государства настолько сильная, что обвинять только милицию, говорить, что это ребята вот с умыслом, они такие совершенно ни на что не способные, они часть системы. Это система нормальных людей отвергает, она таких людей привлекает в свои ряды, и система устроена таким образом, что она иначе, в принципе, быть не может. А на вопрос, к которому с Егором в первой части затронули, что же делать, не дождавшись от государства никаких обязанностей, исполненных в наш адрес, ну, вот Саакашвили показал, что, например, полицию реформировать, да можно, нужно просто захотеть. Кстати, посмотрите, что произошло в Чехии, а потом и в Словакии, то же самое с полицией, когда там тоже выгнали на улицу абсолютно все поголовье полицейских. И набрали новых. Вот какой результат. Вот сейчас в Чехии, например, это имеет очень даже зримую форму дружелюбия по отношению к населению. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Оскар. Рад, что до вас дозвонился. Я бы хотел сказать вот о нововведении по поводу парковок. Давайте. Знаете, я вот слушаю вашу передачу, да, я, в принципе, согласен с человеком, который перед этим говорил. Я тоже за, чтобы эти парковки были, даже чтобы их больше было, не так, на самом деле, их и много. Мало того, вот обратите внимание, если взять центр, то у нас же практически всегда два ряда. И один ряд всегда заставлен. Да. Проблема пробок вот просто колоссальна из-за этого. Там, где появились парковки, стало поменьше. Стало намного легче ездить. Я тоже работаю в центре и практически каждый день езжу. И я заметил, что я проскакиваю, но где-то минут на 15 я стал меньше тратить на дорогу. Да, в этом тоже есть позитив. И опять-таки, обратите внимание, что департамент транспорта города Москвы рублем начал решать в свою пользу те вопросы, которые отказалась решать полиция. К сожалению, да. К сожалению, это за наш счет. Как, с одной стороны, как любого человека, да, кто сам зарабатывает деньги, кому там ему не капают и взятки он не берет, да, это не особо приятно расставаться с теми же 50 рублями. Но выхода-то другого нету. Мы тратим больше нервов и силы, энергии там на настояние в этих пробках и так далее. Но вот насчет того, что нет выхода, не соглашусь. Он не очень однозначен и не сильно угадывается. Но выход есть. И здесь вопрос, кто первым должен сделать правильный шаг. Вообще-то, по-хорошему государство. Потому что мы, государство, не должны с вами ничего. А государство нам обязано. Нашу жизнь обустроить обязано государство. И вот пример Сергей, который я привожу постоянно, и он касается кровавого палача испанского народа генералиссимуса Франка. Возможно, вы от меня его уже слышали. Когда аварийность в Испании в конце 60-х годов достигла африканского уровня, то, получив докладную записку статистического истребления родного народа, кровавый палач испанского народа генералиссимус Франка, вы помните, что у нас не было дипломатических отношений с 36-го года в франкийской Испании, потому что мы с ними были в ссоре. Они фашисты, а мы, соответственно, нет. И вот тогда он издал совершенно чудовищный, чисто фашистский указ. Соблюдать правила дорожного движения. А поскольку он был фашистом, то есть человеком безапелляционным, он начал с себя. И именно он показал нации пример соблюдения правил дорожного движения. И это именно его машина ехала 60 км в час по городу и останавливалась на светофоре, чтобы пропустить бабушку. Ну, с чего-то же надо начинать. Вполне возможно, и у нас тоже такое когда-нибудь будет. Я не знаю, вот у меня, например, подходит, что, ну, если хочешь что-то добиться, надо начинать прежде всего с себя. Хочешь, чтобы на машинах ездили более-менее по правилам, да, и была какая-то ответственность, ну, начни с себя. Не надо там играть в шашки, там ездить, вылутив глаза и так далее. Ну, а дальше будет видно, ну, вот сделали они парковки, да, мы стали парковаться. Я как-то себя вот недавно поймал на мысли. Ага, она у меня стоит на парковке. Ну, с другой стороны, если ее угонят, вот я честно скажу, я предъявлю претензии к государству прежде всего и к Москве. С вашей парковки у меня угнали машину, если не дай бог такое произойдет. Ну, потихоньку, постепенно, может, мы и научим наше чиновничество и наше государство считаться с нашими правами. Пусть даже через это, по крайней мере, теперь я имею на это право. Нет, права вы по-прежнему не имеете. Вы просто как были человеком жертвенным. Вы им так и остаетесь. И вы не сможете никак сформулировать свою претензию к парковке, потому что, в частности, это именно та самая парковка, деньги с которой уходят в офшор, потому что зарегистрирована она там. Поэтому вы свой иск можете подавать на Каймановы острова. Ну, здесь я с вами чуть-чуть не соглашусь, потому что, причем здесь куда они уходят? Я придерживаю претензию к администрации, к районной, да и все, к муниципалитетам. А вы помните, как у нас с Трансвальд-парком было? Трансвальд-парк принадлежал Лужкову. Когда там произошла трагедия, выяснилось, что у него хозяев, у Трансвальд-парка нет в принципе. Вообще никого. Есть архитектор Кончелли, который ошибся в конструировании. Да, который сделал крайним. Да, да. Это да. Хозяина нету в принципе вообще ни одного. Никакого. Есть такое, да, к сожалению, у нас. Я думаю, точно так же будет крайним этот бедный армянин. Да, да. Который этот. А вот тот, кто его выпустил, а тот, кто дал ему такую машину. А система не виновата. А тот, кто в конце концов заставил его работать в таких условиях, те, кажется, ни при чем. Да, да. И если бы армянина в данном случае, ну, предположим, он бы отказался. Он сказал, я не поеду на этой машине, поехал бы другой таджик. Другой какая разница? Ну, тоже, мне кажется, вот здесь совсем без разницы, какая национальность. Вот здесь-то наше государство нагинает всех без, не глядя там, какой ты национальности, там, половые твои принадлежности, социальный слой и так далее. Если его надо нагнуть, оно нагнет кого угодно. А при всем при том, вот, Сергей, у нас, почему такие трудовые отношения, почему у нас вот эти несчастные рабы, неважно какой они национальности, пашут нескончаемо совершенно на разных совершенно серьезных производствах и занимаются весьма ответственной работой. А у нас есть Министерство труда. И у нас есть профсоюз, и товарищ Шмаков вечный, который еще с советской эпохи нам завещан. И вот это именно их деятельность привела к тому, что у нас недоплачивают коренному населению, и поэтому, ну, москвич, например, не идет на самосвал. Потому что это же не Швейцария, чтобы водителю самосвала платили страховку, чтобы тахограф оберегал его от 9-часового рабочего, а только соблюдал 8-часовой рабочий день, и полиция не брала бы взяток. Вот этой системы нет, трудовые отношения разрушены, рабовладение по новой введено, и это государственная политика. И поэтому вот эти несчастные люди, которые работают круглосуточно, они совершают такие чудовищные совершенно правонарушения, которые приводят к гибели 18-ти человек, мне жалко всех. Мне очень жалко любого из этих несчастных 18-ти, которые в свой выходной просто сели в автобус. Недопустимая ситуация. Помните, когда у нас, по-моему, в Новосибирске автобус с бензовозом, и авария была, и тогда Медведев что сказал? Там все были русские, там не было армянина, на которого можно было все это свалить. Он сказал, так пристегиваться надо в автобусах. Вот и все. Точно такая же авария буквально в этот же день произошла в Ростовской области, там про нее вообще ничего не сказали. Примерно та же самая ситуация. Это да, это есть, но что ж поделать. Но все равно надо же с чего-то начинать, что-то делать. Потому что уровень разбалансированности, то, что у нас есть, он уже просто зашкаливает. Да, да. И быть приличным человеком не мешает никакая система. Да, вот здесь я полностью с вами согласен. Мало того, что, ну, мне кажется, что если по-нормальному себе вести и так присмотреться, да, то количество-то нормальных людей у нас тоже далеко не маленькое в различных структурах. Я недавно столкнулся, честно вам скажу, сам удивился, столкнулся с милиционером, ну, с гаишником, который оказался вполне приличным человеком. Бывает. Да, я так посмотрел на него дико, вот, там, задал ему пару вопросов, говорю, мужик, ты давно здесь работаешь-то? А он говорит, ну, уже 15 лет. Я говорю, и как? Он говорит, да нормально, человеком надо быть. Да. Я думаю, надо же, вот, просто анекдотичный какой-то персонаж по нашей структуре. Из Красной книги он был? Ну, наверное, да. Но я все равно оптимист, и я, например, считаю, что все у нас будет хорошо. Ничего страшного, если надо будет не заплатить за парковку, я заплачу. Лишь бы условия были. В дальнейшем было хорошее. Сергей, а сколько вам лет? Мне 43 года, вот, я давно уже живу в этой стране. Да, и вы уже хлебнули Советского Союза, вам есть с чем сравнивать. И как хорошо, что ваш оптимизм в данном случае еще и при деньгах, потому что, когда мы с вами станем оба старенькие, у нас будет пенсия по полторы, по 3 тысячи, нам, знаете ли, придется жить на помойке, потому что нас с вами... Это уже тема чуть-чуть другой передачи с вашей радиостанцией. Да, но нас с вами выселят из наших квартир за неуплату ЖКХ, а машину мы с вами не сможем поставить в плату. Знаете, я надеюсь, что не выселят, потому что, а, у меня есть дети, и, б, я специально готовлюсь к этому, к своей пенсии, да, и у меня частный дом за пределами Московской области, чтобы, когда я стану пенсионерами... Чтобы вы стали партизаном, потому что это единственный способ... Я стал партизаном, вы абсолютно правильно, да, чтобы меня никто не смог достать с моего любимого московского правительства. Ну, для этого есть федеральное правительство, которое умеет сделать землю под вашим частным строением настолько дорогой, что вам придется уходить в землянку. Новости. Мой телефон 6510996. Продолжаем с вами обсуждать. Данила, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Учера, что он дозвонился, причем даже с первого раза, удивительно. Везунчик, вы просто счастливый человек. Я, кстати, тоже, потому что не каждый, Данила, до меня дозванивается с первого раза. Мне сейчас повезло. Спасибо. Вот у меня есть одна интересная история про угон автомобилей. У меня знакомого лет... Ну, примерно 6 назад гнали Лексус. Сунил, стало понятно, что особо искать его никто не будет. Он пошел к одному из своих знакомых начальников, причем даже не ГАИ, а какого-то другого ведомства. И попросил помочь. Ну, теперь день-два он звонит ему и говорит, ну, машина, ты под Ростовом. Забирать будешь? Он говорит, в смысле будешь? А что, я могу ее не забрать? Он говорит, ну, машина едет на Чечню. Я бы на твоем месте забыл про нее и не забирал. А то найдут и накажут. Заберешь, там, в Москве автомобиль, из машины выкинул, бошку проломят, и можно расслабить. Как можно после этого рассчитывать на что-то, если государство не может справиться даже со своими, скажем так, какими-то отдельными регионами? Ну, знаете ли, с этим регионом Россия не может справиться последний века, наверное, три. И вряд ли справится. Ну, я думаю, что речь идет не только об этом регионе конкретно. Ну, там несколько сопредельных территорий, там вообще народность, она с нашей позиции поделена на несколько административных субъектов, а в действительности они там, в общем-то, являются неким единым народом, хотя с определенными оттенками. И вот эта вся территория, еще со времен даже до генерала Ермолова, она нам не по зубам. Не по зубам. И даже начальство, собственно, какие бы ни были знакомые, они чего-то делать нельзя. Поэтому они могут только ловить машины у нас в Москве, не угнанные чьи-нибудь. Конечно. Вот для статистики, например, ну а что, статистика есть, они работают. Да. И, собственно, как всегда, то, что проще, то и делается в первую очередь. Я много лет тому назад работал в журнале Автопилот. У нас была служебная машина. Это был Паджеро, в те времена чрезвычайно модный, у которого во весь борт была наклейка Автопилот. В две двери это было наклеено. Естественно, машину угнали. И через какое-то время один из наших сотрудников обнаружил ее, катающийся по Ярославке. Он набежал до гаишника и говорит, смотри, видишь, он Паджеро идет. У него крупно на двери написано Автопилот. То есть угонщики оставили на этой машине наклейку, потому что тогда журнал был очень модным. Это было круто. На что мент лениво посмотрел базу и сказал, а у меня не числится. База, естественно, по номерам. Никого не волнует, ничего остального. Если вдруг по какой-то причине угонщик догадался снять с машины регистрационные номера, все, машину, естественно, никто даже искать не будет. Но там была особая примета. И, тем не менее, милиция сказала, ну и что? И о чем еще, за ней поедем, что ли? Вот нам это зачем надо? Ну, гаишнику, понятно, это было совершенно не надо. Машину, естественно, не нашли, кто бы сомневался. Антон, здравствуйте. Алло. Здрасте. Здравствуйте, Сергей. Я хотел бы задать вам такой вопрос, который больше меня лично касается, не настолько глобальный. Давайте. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу автомобиля Cadillac CTS купе. Вот. Уж очень нравится мне эта машина, но больших денег стоит. И думаю, стоит ли задумываться о ней. А вы ее будете в официальной дилерской сети брать, или вы будете ее тихонечко как-то доставать самостоятельно? А самостоятельно-то как? Ну, некоторые, например, покупают из Америки напрямую. Нет, я рассматриваю акционального дилера. То есть вы пойдете куда-нибудь в Дженсор и посмотрите, как можно потратить эти 2 миллиона у них? Ну... Ну, логично. Ну, а, собственно, кто у нас еще занимается подобными вещами? Куда еще? Cadillac вообще ведь довольно реликтовая марка. Она все-таки в Европе не прижилась. Хотя каждый раз, когда Cadillac делает очередную машину, говорят, о, я в натуре Европу покорим. Вот они так уже лет 15, наверное, вводят себя за нос. Вообще, сам по себе автомобиль, как любой Cadillac, он придуман любопытно очень. У него по технологичности его много любопытного, конечно. Моторчик хороший, там обычно V6 у них, ну, то есть базовый мотор 3,6. Да, 3,6. Хороший мотор. Вот, что называется, американское двигателестроение. Мы его и так немножко иронично воспринимаем, как всегда, чем-то отсталое, хотя таковым оно не является. Но, что плохо, любой Cadillac в нашей стране обречен на автономное плавание, как в советскую эпоху на Жигулях, поскольку сервисной поддержки вы не дождетесь. Лет, наверное, 50 тому назад у GM началась реформа постпродажного обслуживания. К нам она пришла лет 5 тому назад. Единственный результат, это ровно на порядок увеличившаяся стоимость любой запчасти. У меня был дешевенький автомобильчик, у которого нижний рычаг подвески, когда я его купил, стоил 180 рублей. Сейчас он стоит 1800 рублей. Это как раз вот и есть на порядок. И мне очень показательным в этом отношении показалось, показалось показать, очень показательным является пример владения автомобиля Cadillac хозяином фирмы Gensers. Раньше два физических лица владели компанией Gensers. Сейчас, к сожалению, Игорь Пономарев умер в возрасте 44 лет, царство ему небесное, потому что человек был фантастически интересный и очень позитивный. Так вот, представьте себе, владелец компании, официального дилера Cadillac. Через полгода он эту машину продал и сказал, да провались она пропадом, чтобы она у меня по месяцу висела на подъемнике в ожидании запчасти. Вот, собственно, и все. Это у него Escalade был или... Нет, ничего подобного, никакой не Escalade у него был. Они бы в таком случае отвернули бы запчасть от какого-нибудь Taha. Было бы проще. Нет, у него, к сожалению, был не Escalade. У него SRX, по-моему, был, но, в общем, хрен речки не слаще. Тоже очень интересная конструкция, тоже масса всяких красивых лампочек, удобный салон, и, как любой американец, он имеет определенный такой вариант подачи себя. То есть, эх, красотень-то какая! И... И мимо кассы. Потому что, ну, ну, ну что? Ну, вот, очень хорошая идея. Только как ее поддержать, эту идею? И потом все-таки вот... Вы хотите сказать, что вот проблема именно в отсутствии сервисов, в отсутствии... Ну, дилерских центров много, а детали идут долго, или как? Да, и причем Cadillac это та машина, которая от вас потребует паяльника и человеческого участия более регулярно, чем это происходит на остальных брендах. То есть, он, как всякий американец, но чем характерен любой американец престарелый? Тем, что, в принципе, мотор у него не убит, подвеска у него не убита, кузов у него живой, коробка живая, но есть мелкие глюки по электрике. Он достанет этими мелкими глюками. Тут у него чего-то контактик отвалился, там у него лампочка не горит. А у Cadillac это происходит сразу. Вот происходит... Проездил полгода. Да, даже тормозные колодки еще не стесал. Но вот сальничек потек, и стоит он 15 центов. Ну, ждать его надо 4 года. И вот там вот цоколь на лампочке, вот он почему-то тоже отклеился, и надо бы его установить по новой, но поскольку это меняется в сборе, то сейчас эта вся деталь придет, и нужно будет подождать года 2, когда она придет. И вот так вот по мелочи вы купили Cadillac, а у вас такое ощущение, что то ли с Жигулями запахло родными, то ли кот мимо унитаза промахнулся, но запах, в принципе, один и тот же. Ну, смотрите, а этот сальничек, он же гарантийный, правильно? Да, поэтому давайте мы вам починим. Вы тут либо оставьте машинку пока, либо лучше поезжайте, потому что мы-то прекрасно понимаем, что вы за 45 суток с этим ремонтом ожидания выплеснетесь, и тогда мы попадаем под контрибуцией репарации, вам придется менять эту машину, что нам невыгодно. Поэтому вы, пожалуйста, как-нибудь уж тут тайком быстренько катитесь от нас, а когда мы эту запчасть выпишем, мы точно вас позовем. Дело в том, что они сказали, что если ремонт гарантийный, они предоставляют машину взамен, если более 4 суток. Антон, у вас будет блистательная возможность откатать в Дженсере весь тест-парк, начиная от Рено и затерявшимся там нечаянно и заканчивая каким-нибудь Маздой или Ниссаном с Опелем. А вообще это Кадиллак. Ну, знаете, Кадиллаки довольно быстро кончатся, потому что Кадиллаки сделаны из того же самого теста. Поэтому вы оттестируете SRX, вы покатаетесь на Escalade, вы пересядете на CTS обычный четырехдверный и, кстати, получите кайф, потому что он полноприводный, а это очень интересно. Потом вы переедете еще на что-нибудь, а потом, то есть на АТС-ку. АТС-ка это хорошая такая классная европейская машина. Там целых 4 двери и там целых 2 места. В Европе так уже давно никто не делает, кроме китайского Volvo. Все научились делать, что количество дверей соответствует количеству мест. А вот на Кадиллаке пока не получилось. Но это тоже интересно. А потом Кадиллаки заканчиваются, а ремонта еще нет. И вы получаете Infiniti подменный, Audi подменный. Потом вас пинком посылают в Ford, в Opel, в Mazda, в Hyundai, в Nissan, Volkswagen. И вы вот, простите, вот так вот катаетесь на всех этих машинах. Ну понятно. А потом мне нравится подменный Audi, я продаю Кадиллак и покупаю себе Audi новую, да? Да, с шикарным мотором TFCI, который у вас клинит где-нибудь так, наверное, тысячах на пятнадцати, потому что вы упустили момент, когда масло все вытекло, а щупа у него нет, посмотреть вы не можете, а лампочка среагировала с опозданием. После чего вы говорите, все, мне это надоело, я покупаю себе, наконец, настоящего немца, вы покупаете себе любую другую машину из сказки, потому что мы с вами верим в то, что сделанное не нами лучше, чем сделанное нами. Мы же фетишизацией-то занимаемся всегда, это же заграница, это же Кадиллак, это же Ауди, вы покупаете себе BMW, у которого шейк первого цилиндра лопается при пробеге в пятнадцать тысяч, ну да, на клинвале, и, соответственно, у вас клинит разносит мотор в дребезги, и вы покупаете себе Porsche. И вот недавно мне звонил владелец девятьсот одиннадцатого, он проехал четыре тысячи, и у него двигатель дал масло из всех щелей, брызнул во все стороны. Он так вот позвонил мне, не потому что я занимаюсь ремонтом Porsche, а он говорит, а я что, жигули что ли купил? Я говорю, а вы что думали, вы настоящего немца купили? Там непосредственно Ангела Меркель с белыми перчатками и с персональным паяльником вам машину собирала? Вы знаете, кто там стоит на конвейере? Там стоят шикарные, конечно, ребята, но только сказку были они не делают, ну никак, просто сказки там нет. Вот, поэтому Кадиллак, это, конечно, увлекательно, но недолго. Все, перерыв, до завтра. Вот. Продолжение следует...